Друзья, здравствуйте! Откуда у нас возникают негативные эмоции? Причина всего одна. Кто-то посторонний или вы сами нарушаете очень важную для вас идею или ожидание. Вашу картинку мира, что и как в нем должно происходить. Ваш защитник, ваш рептильный мозг обнаруживает это расхождение и оценивает его как опасность для вас. И тут же принимает меры по вашей защите. А таких мер у него всего одна. Измените уровень возбуждения вашей нервной системы, чтобы вы могли защитить себя. Вариантов таких изменений может быть всего два. Если рептильный мозг считает, что вы можете силой повлиять на нарушителя ваших ожиданий, то он дает вам импульс энергии и переводит вас в состояние возбуждения. И вы с позиции силы выговариваете или кричите на нарушителя ваших ожиданий. Он вас пугается и делает то, что вам нужно. Если вы руководитель, то вы можете пугать своих сотрудников. Если вы работник, то вас пытается пугать ваш руководитель. Раньше не только пугали, но и били. Сейчас бить запрещено, но внутренние механизмы силового влияния остались на те же, что и тысячу лет назад. Второй вариант изменений возникает, если рептильный мозг считает, что вы слабее нарушителя ваших ожиданий. То есть вы не сумеете его победить. В этой ситуации он понижает вашу энергетику, чтобы вы спрятались или убежали. Примерно так возникают все наши негативные эмоции. Они создают нам массу проблем, хочется от них избавиться. Как это можно сделать? Воздействовать напрямую на рептильный мозг невозможно. Это один из четырех независимых центров управления нашим поведением. То есть если мы с точки зрения разума, еще одного независимого центра управления нашим поведением, будем пытаться влиять на наш рептильный мозг, то он просто не будет нас слушать. Эти центры равнозначны. Делать так, чтобы никто не нарушал наши очень важные ожидания, и мы больше нервничали, тоже очень сложно. Другие люди имеют свою программу поведения, они могут не пересекаться с вашими ожиданиями. Вы пытаетесь изменить их поведение, они готовы идти вас на поводу. У них по любому вопросу есть своя точка зрения, за которую они готовы биться с вами хоть всю жизнь. Вспомните, кто-нибудь из вашего окружения добровольно стал себя менее только потому, что вам этого захотелось. Думаю, что такое может быть ночью редко. Значит, чтобы избавиться от негативных переживаний, у вас остается возможность воздействовать только на один объект, на вас самих. Не на ваше физическое тело, а на вашу картинку мира, на другие вашему сердцу ожидания, что и как должно происходить. Эти очень важные вашему сердцу убеждения или ожидания называются идеализациями. То есть идеализация – это очень важное для вас убеждение или ожидание, при нарушении которого у вас автоматически возникает то, что мы называем негативной эмоцией. Много ли бывает идеализаций? Не очень, но они сочетаются в нас самых разных вариантов. Это дает многообразие человеческих характеров. Мы разбили все возможные ситуации, в которых возникают негативные переживания на разные идеализации. У каждого человека имеется 3, 5, а то и 10 идеализаций. Разных, в самых разных сочетаниях. Какие бывают идеализации? Самые разные. У вас есть идеализация семьи, например, если вы не представляете себе жизнь, без семьи и детей. У вас есть идеализация отношений, если вы всегда переживаете, столкнувшись с ложью, хамством, бездушием и другими формами неправильного поведения окружающих людей. У вас есть идеализация своей красоты, если вы страдаете от лишних килограммов или других видимых вам дефектов своей внешности и так далее. Сегодня мы рассмотрим еще одну идеализацию, которая называется идеализация разумности поведения людей. Как следует из ее названия, идеализация разумности у вас имеется, если вы испытываете негативные эмоции, когда окружающие вас люди ведут себя неразумно. Назовем это так. Вы при оценке этих людей явно используете другие, более смачные термины, типа идиота, сумасшедший или безмозглый, например. А вина этих людей в том, что вы вроде с ними договорились, что они сделают то-то и то-то. Они вроде и сделали, но все неправильно, по-своему, и теперь нужно все переделывать. Либо они навязывают вам такие свои решения, что вам кажется, что у них не в порядке с головой. Например, ваша мама настаивает, чтобы вы при плюс 15 на улице носили теплый головной убор. Вы всячески отбиваетесь этой заботой и считаете, что у нее с головой уже все очень плохо. А в рамках логики вашей мамы она совершенно права, потому что ее знакомая в 60-м году пошла летом без головного убора, простудилась и заболела менингитом. И теперь она заботится, чтобы такое же не произошло с вами. Кто из вас сумасшедший? Ваша мама или вы, если вы так рискуете вашим здоровьем? То есть при наличии идеализации разумности вы все время будете видеть вокруг себя людей, поведение которых будет казаться вам ненормальным. Это будет происходить потому, что ваш рептильный мозг будет выискивать их вокруг вас и указывать вам на них. Ведь это ваши враги, и рептильный мозг будет в порядке защиты от них привлекать ваше внимание именно к ним. То есть вы будете часто сталкиваться с ситуациями, когда окружающие люди будут вроде соглашаться с вами, но все будут делать по-своему и неправильно. Или просто будут навязывать вам какие-то свои нелепые предложения. И вы каждый раз будете нервничать по поводу их поступков, хотя они будут считать, что они все сделали правильно. Вот характерные мысленные фразы, которые при этой идеализации вы можете высказывать, когда испытываете возмущение поступками других людей. «О чем вы думали, когда вы делали это? Чем вы думали? Вы достали меня своей глупостью. Наш начальник совсем выжил из ума, ничего не понимает. Но почему они все делают по-своему? И я столько раз предлагал сесть и обсудить все вопросы. Но почему вы так поступили? Неужели нельзя было позвонить и спросить совета у знающего человека? Я не могу понять, почему они так делают. Разве нормальные люди так поступают? Хоть послушай себя, чего ты несешь? Ижели непонятно, что это полный бред? Но почему он не понимает очевидных истин? Ведь все так просто, но я не могу до него докричаться, он меня просто не слышит. И так далее. Если у вас в голове периодически крутятся такие мысли, то у вас есть идеализация разумности поведения людей. Вы считаете, что они должны вести себя разумно, но этого нет. А как разумно? Это так, как вы бы повели себя на их месте. Вы это человек разумный, а вот насчет них есть большие сомнения. А чья это проблема? До сих пор вы считали, что это их проблема. Вы ведь им все объяснили, они все равно сделали неправильно. И это повторяется из раза в раз. И вам никогда не приходило в голову, что это не их проблема, а ваша. Они не вы с вашими знаниями, опытом и многим другим. Они другие, но вы никак не хотите это понять, поэтому часто нервничайте. Эта идеализация характерна для людей рациональных, логически мыслящих, пробующих просчитать ситуации на будущее. То есть характерна для людей левополушарных, с высшим техническим, экономическим, управленческим, еще каким-то логическим образованием. Как перестать нервничать, когда окружающие люди ведут себя как сумасшедшие? Нужно отменить у себя очень важное для вас ожидание, что люди это нормальные, разумные существа, такие же, как и вы. И вместо этого ожидания загрузить в себя пакет утверждений, что отныне вы позволяете людям быть такими, какие они есть в реальности. Вы больше не осуждаете их за их поведение, каким бы оно ни было, а просто принимаете меры, чтобы их странное или безумное поведение не создавало вам проблемы. Отныне вы спокойно и обдуманно реагируете на любые ситуации. Как бы ни странно, вели себя окружающие вас люди. Когда вы загрузите в себя эти новые программы поведения, то вашу рептильную мозгу пропадут основания возбуждать вас, если кто-то нарушит вашу идею о разумности людей. Вы ведь заявили, что отныне вы принимаете любое поведение людей. Значит, никакой опасности нет, какие бы действия они не предпринимали. Значит, и вас возбуждать больше не нужно по этим поводам. Ваши переживания уйдут от вас. Остается вопрос. Как заложить в себя набор новых программ поведения, отменяющих ваши требования, чтобы люди вели себя разумно с вашей точки зрения? Самый легкий и быстрый способ используют закрытые аудиотренинги или аудионастрои. Это аудиозапись, содержащая набор позитивных утверждений, отменяющих вашу идеализацию разумности поведения людей. Плюс настрой содержит фразы прощения, которые убирают из вашего тела все остатки переживаний, связанных с идеализацией разумности. То есть вы включаете и слушаете настрой, занимаясь своими делами. А нужные вам позитивные утверждения сами закладываются вам под сознание, имеют ваше отношение к людям, которых вы до сих пор считали сумасшедшими. И все. Этот источник негативных переживаний покидает вас навсегда. А если ваша идеализация разумности все же проедет себя в какой-то совсем новой ситуации, то вы легко обнаружите и уберете ее у себя. И тогда вас будут терзать только другие, еще не отработанные идеализации. Хорошенько подумайте, имеется ли у вас идеализация разумности. Если обнаружите, что есть, то уберите ее с помощью специального настроя на эту тему. И все будет замечательно. Ваш Александр Свияж.